МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьное питание – тема, внимания к которой меньше не становится. Ведь основную часть своего времени дети проводят именно в школе. Здесь задача взрослых – обеспечить их вкусными блюдами с акцентом на здоровье. Еще в прошлом учебном году Новополоск приступил к приобретению холодильного и технологического оборудования для школьных пищеблоков. В 2023-м из городского бюджета на эти цели было направлено 190 тысяч рублей. В нынешнем году городской исполнительный комитет также выделил системе образования дополнительные средства в размере около 350 тысяч рублей на приобретение оборудования. Мы заменили практически во всех учреждениях общего среднего образования как технологическое, так и холодильное оборудование. Мы в этом году также благодаря городскому бюджету, который выделил на ремонт пищеблоков сумму 570 тысяч. Мы провели ремонт на пищеблоках средней школы номер 3, которая давно нуждалась в данном ремонте, особенно пищеблок. Мы сделали ремонт средней школе номер 7 и гимназии номер 1. Основательные изменения произошли в двух средних школах и гимназии номер 1. К новому учебному году в 7-й школе поменяли буквально все – от пола до оконных блоков. Закупили мощные ванны, пара конвектомат, значительно похорошел обеденный зал. В летний период, в каникулярный период проведены серьезнейшие ремонтные работы в пищеблоке и в обеденном зале нашей столовой. Условия труда, конечно же, улучшились. Полностью проведен ремонт пищеблока, положена новая плитка, заменены полы, стены, отремонтированы потолки в пищеблоке, в моечном цехе, в сухом цехе. То есть абсолютно все сейчас у нас очень красиво и хорошо. В обеденном зале для школьников, для детей созданы условия, заменены все стеклопакеты. Несомненно, в школу ходят за знаниями, но не все же время там грызть исключительно гранит науки. Как говорится, обед по расписанию. Это очень важная составляющая поддержания здоровья подрастающего поколения, ведь в школьные годы детский организм продолжает развиваться и требует полноценного сбалансированного питания. С 1 сентября школы Беларуси перешли на новую систему организации питания. Эксперимент по изучению школьных предпочтений и внедрению новых блюд показал свою эффективность. Школьникам понравился новый рацион, а пищевых отходов стало в разы меньше. Был разработан сборник технологических карт, в который вошли 350 блюд. К пилотному проекту, прошедшему в 2023 году, присоединился и Новополоцк. Переход на новые принципы организации питания проводили поэтапно, с учетом материальных и кадровых ресурсов. В прошлом году на такую организацию перешли 2123 учреждения образования, в этом же году оставшиеся 506. В этом проекте у нас участвовало 7 школ. И одна из них, седьмая школа, также участвовала в пилотном проекте. В этом году уже не пилотный проект, на эту новую организацию питания перешли все наши школы, все 14 школ. Уже с начала учебного года в школах Новополоцка новое меню. На основании таблицы норм трехразового питания Министерства здравоохранения, с учетом требований по суточной калорийности, разработаны примерные двухнедельные рационы питания школьников. Обязательная часть меню должно пройти согласование в Центре гигиены и эпидемиологии. В новом меню вошли как блюда из информационного сборника, и так наши фирменные. В этом меню много вошло, уже полностью переработано. Новые блюда появились, сделали мы и картофель запеченный. Получаем как фри, но мы его, естественно, запекаем в духовке. Сделаем с разрешенными специями, которые нам разрешаются, так как острые нам нельзя. Шустрички сделали, сделали много блинчиков разных. Блинчики у нас и с клубникой были, с вишней, сейчас новые пробуем с яблоком и корицей. Также сегодня уже получили новые блинчики, будем также пробовать с ветчиной и сыром. Меняем постоянно меню, именно вкусовых пробуем. Много работаем с блюдами такими, как рыба. И творог, который не очень пользуется, конечно, но оно очень полезно и нужно. Поэтому очень много у нас запеканки. У нас запеканки делаем с соусами шоколадными, делаем запеканку с какао, делаем с кокосиком. Однако не обошлось без запретов. Дополнен перечень продуктов, которые не используются для питания школьников. Например, это различные генномодифицированные товары, а также вкусовые добавки, ароматизаторы и подсластители, за исключением ванилина. Они широко используются в кондитерских изделиях, поэтому ассортимент будет ограничен и предприятия, поставляющие продукцию, должны об этом помнить. У нас пересмотрены все технологические карты, где в сторону уменьшения, естественно, и соль, и не только соль, и сахар тоже, и в компотах, в напитках, все технологические карты изменены. И мы теперь по ним работаем. Дети пока первое время привыкали, иногда не хватало соли, приходили, просили кто-то, кто-то сахар, иногда просил, но уже вот дети привыкают, начинают, ну, как бы работаем уже в новом режиме. Мы смотрим, что у нас в школе, кто-то лучше сырники, кто-то запеканки, кто-то котлеты и какие котлеты, где-то рыбку, смотрим, как лучше приготовить, чтобы дети скушали. Сосиски и колбаса один раз в две недели только детям добились. Также немало внимания уделяют и работе с диетическим питанием. Все подобрано под конкретные требования. Всего в текущем учебном году в школах горячими завтраками и обедами обеспечены более миллиона учащихся, бесплатно около 700 тысяч школьников. Завтрак у нас, первый-четвертый классов, стоит 2 рубля 8 копеек. Сюда входит холодная закуска, второй горячий гарнир и третий напиток. Это, значит, для пятых-одиннадцатых классов есть завтрак 2,46 и 3,51. 3,51 мы можем давать по желанию учащихся, он идет супом и без супа. Если без супа, значит, здесь идет увеличивание со второй и салат. Трехразовое питание 5,95, завтрак, обед 2,08, 2,95 и полдник 89 копеек. Также дети свободно могут купить еду в буфете. Здесь их ожидает разнообразное меню, кондитерские, кулинарные изделия, а также свежая выпечка собственного приготовления. Два раза в неделю по вторникам и четвергам разрешается мучная продукция, пиццы, сосиски в тесте, в остальные дни пирожки с капустой или повидлом. К слову, блюда, которые больше всего любят школьники, это курица или котлета с пюре, запеканка, блинчики с различными начинками. Несомненно, особой популярностью среди ребят пользуются шашлычок и картошка фри. Мне в наших школьных блюдах все нравится. Мои любимые блюда – это сырники, запеканка, котлета с пюре. Я бы ничего не хотела добавить, меня все устраивает, кормят вкусно. Мои любимые блюда – это курица, пюре, перловка. Мне питание понравилось. В основном мне нравятся картошка фри с курицей, сосиски школьные. Но в целом мне все нравится в школе. Радует то, что в вопросе организации горячего питания есть единство требований и понимания между родителями и школой. Ведь школьное горячее сбалансированное рациональное питание является источником полноценной энергии для учащихся и сохранением их здоровья. И это здорово. После лета питание, правда, изменилось. В него добавилось большое количество разнообразных супов, гарниров, котлет. Из каких-то определенных любимых блюд ничего не могу выделить, потому что ем все и все нравится. Все блюда, которые подают в нашей школьной столовой, во всяком случае лично для меня, это пальчики ближе. Все блюда подобраны исходя из предпочтений школьников, но это не значит, что рецептуры не соответствуют каким-либо требованиям или не являются здоровым питанием. Современные дети искушены кухней, поэтому их нужно удивлять, и реакция белорусских учащихся доказывает. Школьная еда может быть и полезной, и вкусной, как дома. Редактор субтитров А.Семкин